Пять сотрудников и один автомобиль в таком составе начинал свою деятельность Сочинский южно-поисково-спасательный отряд 20 лет назад. Сегодня в его рядах более 350 специалистов и 72 единицы техники. Большой коллектив единомышленников и большой коллектив профессионалов, которые первыми приходят на помощь, готовы к самоотверженному труду, связанному порой с риском для жизни. Они понимают, что порой спасая людей, они подвергают опасности собственной жизни и делают это сознательно. Аварии, пожары, стихия. Сотрудники МЧС готовы к любым превратностям судьбы. Последнее серьёзное испытание, выпавшее на их долю, это наводнение, которое произошло на курорте 25 июня. Буквально в этот же день были восстановлены все магистрали. Уже на второй день город стал жить обычной жизнью, но вместе с спасателями мы продолжали ликвидировать последствия стихии. И через три дня мы практически завершили ликвидацию чрезвычайной ситуации. К слову, рука об руку со спасателями боролся с последствиями стихии сам глава курорта Анатолий Пахомов. За активное участие в ликвидации чрезвычайной ситуации ему вручили нагрудный знак МЧС России. Мэр не остался в долгу и также наградил особо отличившихся сотрудников ведомства. И даже в праздничный день спасатели не забывают о работе. Сегодня в центре их внимания сложившаяся в горах лавиноопасная обстановка. В ежедневном режиме дежурные службы отслеживают полностью обстановку. Применяем модули космического мониторинга через центральные аппараты МЧС России. Нам ежедневно приходит прогноз о состоянии снежного покрова. И в случае осложнения в том или ином участке каких-то ситуаций мы готовы незамедлительно выслать дополнительные средства силы. Кто предупрежден, тот вооружен. Этому принципу неизменно следуют сотрудники МЧС. Они – сторонники профилактических мер, но и в чрезвычайных ситуациях всегда готовы прийти на помощь. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». От имени всех жителей нашего города я хочу... Продолжение следует...